Биологические очистные сооружения. Стратегический объект, который обеспечивает жизнедеятельность двух городов Чебоксар и Новочебоксарска. Это с одной стороны. С другой сооружения всегда были источником неприятного запаха. За последние годы очистные серьезно преобразились. Оценить изменения отправилась и наша съемочная группа. Предприятие было построено в далеком 1967-м. С его появлением сточные воды перед сбросом. Волгу стали очищать от содержимого и обеззараживать хлором. Тогда были решены серьезные экологические проблемы. Но переработанный осадок, то есть все, от чего очистили стоки, складировали на так называемых шламонакопителях. Запах от них и доставлял жителям города спутника столько неприятностей. Около семи лет назад с хлора перешли на гипохлорид. Это решило проблему безопасности. Сейчас на БОСе идет модернизация. В первую очередь установили две новые технологические линии по переработке осадка. Одна из них по обезвоживанию. Устанавливать и обслуживать дорогостоящее оборудование, которое в России пока стоит только в Сочи и в Новочебоксарске, приехали иностранные специалисты. Я здесь, в Новочебоксарск. Первый раз было июль 2014. И потом каждый месяц, две месяца я здесь, для помочь вашим людям с нашим оборудованием. Эта технология есть для суши осады. И потом сделаем гранули. Затем гранулы отправляются в специальные печи. Происходит их горение и сжигание в печи термитализации, снабженной классниковой решеткой. И с последующим использованием тепла, образующихся дымовых газов, для нагрева нашего диатермического масла. Основного теплоносителя, который используется на стадии термической сушки осадка. Таким образом образуется замкнутый цикл, энергетический замкнутый цикл. И с образованием конечного продукта от золы. В итоге объем осадков уменьшается в 100 раз. А золу можно использовать, к примеру, при строительстве. Модернизация затрагивает и другие направления. В соответствии с планом финансирования инвестиционной программы по ГУБОС, общий объем выполненных работ составляет более 2 миллиардов рублей. И осталось выполнить только строительство третьей очереди, так называемой. Мы эту третью очередь немножко отделили, выделили его на нескольких этапов. Первый этап мы в прошлом году закончили. Это как раз строительство и сдача центрофуг. Второй этап, который мы должны в этом году закончить, это получается, как у меня как раз на столе лежит схема. Это вот сдача, монтаж фильтров, которые мы уже закупили, установка оборудования, так называемое УФО ультрафиолетовое обручение. И в конце года мы планируем запустить его эксплуатацию. С началом применения ультрафиолетового обеззараживания Волгу перестанут попадать в производные хлора. Не за горами строительство так называемой третьей очереди очистных. Они заменят износившиеся.